Наука, юность, творчество. 23-я международная студенческая научно-практическая конференция собрала в АллатРе студентов и школьников, занимающихся научным творчеством. Участники из Нижегородской, Новгородской областей, Казани, Ядрина, Бурнар, Канаша, Чебоксар разделились на 9 секций по гуманитарным и техническим направлениям. У нас приехали дети, учащиеся 8-10 классов школ Канаша и Канашского района. Привезли проекты в номинациях мобильные приложения, программирование на питон, разработка VRR-приложений. Все эти учащиеся, которые будут защищать сегодня здесь свою работу, они являются победителями всероссийского конкурса программирования IT-ринг, а также различных конкурсов республиканских победителей-призёры. Тема проектов продиктована временем. Так, в этом году добавились две новые секции. Современные информационные технологии и трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Аделия и Владимир представили свой проект, разработку VRR-приложений. Мы подготовили проект, точнее приложение, для того, чтобы люди, которые не были на войне, смогли увидеть всё то, что там было. Наше приложение включает в себя военную технику, оружие и также карту самого Сурского рубежа. Это всё сделано в дополненной реальности, то есть берётся телефон и наводится на метку, специальную метку, после чего на телефоне появляется само изображение в 3D-формате. Подготовка проекта у нас заняла около месяца. Сложности состояли в том, чтобы правильно сохранить пропорции объектов, а также наложить на них реалистичную текстуру для того, чтобы они казались реальными. Министр образования Алла Салаева отметила, несмотря на сложности в период пандемии, ребята с педагогами со своей задачей справились. Хочется, ребят, сказать вам, что вы большие молодцы. Потому что заниматься наукой, заниматься развитием – это тот вклад, который делаете вы, ваши родители, ваши педагоги в своё будущее. А если у вас в будущем будет всё в порядке, и вы выберете свой вектор развития, и серьёзно к нему подойдёте, значит, и ваши родители будут счастливы, значит, наша республика будет развиваться. Ну а если вы будете великими учёными и дальше выстроите свою траекторию роста на уровне страны, значит, и страна получит хороших будущих специалистов и учёных. Заниматься наукой обязательно надо. Потому что в тот момент, когда вы готовитесь к своим темам, а темы, я посмотрела, у вас очень интересные, которые вы обсуждаете в рамках конференции, конечно, это глубина уже и работы с источниками, это работа и более глубокое погружение уже в серьёзные наработки других учёных. Ну и в целом, это формирует вас очень цельными, очень серьёзными, и даёт хорошую перспективу, и такой формирует у вас стержень. Организаторы отмечают, что участие в исследованиях помогает ребятам выбрать дальнейший путь, возможно, посвятить себя науке. Конечно, мы все возможности используем, чтобы наши дети имели опыт презентовать себя, потому что наша цель, проектная деятельность, это самое главное, что мы даём детям, потому что дети, они должны уметь в будущем представлять свои проекты, представлять себя будущим работодателем, поэтому это бесценный опыт.